Добрый день! Добрый день! Слава ищущу Христу! Вам видно? Видно, видно. Вы знаете, что она все записывается, в интернет выставляется? Вы не против? Нет, не против, знаю. Я слушаю вас и говорите, кто, откуда, зачем. Я из Нижнего Новгорода. Хотел узнать... Из Нижнего Новгорода? Из Нижнего Новгорода. Так, понял. Хотел узнать... У вас планировалась встреча с отцом Вадимиром Головиным, да? Да. Он заболел. Он хотел... Его положили в больницу. В какой момент хотел ехать, он заболел буквально сразу. А-а-а. Он приехал, его положили в больницу с ногами. А то я ждал, думаю, он собирался, а тут ничего нету. Ну, так получилось, я не знаю, я верю тому, что они говорят. Может, другая причина была, не знаю. Нет, в начале он собирался. Нет, в начале он собирался, да? Да. Да. Ну, служба вот эта вот не очень, да? То есть, в плане, там, сокращенные службы совершаются, там, вот это мне, как бы, партесное пение, вот это вот, ну, академическое, вместо того, чтобы, как бы, там братья пела, да? Вот. Мне это не нравится, да? Вот. Это дело мне не нравится, и поэтому я решил, вот, как бы, к Губину подойти и все это сказать напрямую, да? Что мне это, как бы, не нравится. У меня много таких друзей, которым это не нравится, но никто не хочет ничего говорить. Да, потому что все боятся что-то сказать, да, и как-то вот я решил все-таки вот съездить и сказать об этом. Вот, как вы думаете, надо мне это делать или нет? Потому что, если... Да. Вам не нравится, не слушайте. Они не сахарная баба, чтобы все ее любили. Не-не-не, вот, именно вот, служба-то страдает из-за того, что там, такое, такое место, вот, где, этот, преподобный Макарий Желтровский подвязался-то. Вот, а они... Не буду я говорить, я ездил там, был, мне понравилось что-то, я поэтому даже тоже промолчал. Не нравится не ходить, я тут никакой помощи оказать не могу. Так, еще какие-то вопросы у вас. Говорить не надо ничего, у них и так хватает заботы. Не надо, да? Не надо, ни под каким видом. Мне не нравится, я буду говорить. Портить человеку настроение. Зачем? Хорошо. Ну, они делают не для меня нравится, они для Бога поют. А мы же не знаем, Богу нравится или не нравится-то. Может, я не нравлюсь больше всего? Тем более причина, почему не нравится, человек и показать-то не может. А у него такой вкус. Почему? Понял, кто его знает? Ну, все равно, лично, вот, для меня, как бы, да, то есть, я под предлогом монастыря, я понимаю то, что там, вот эти службы... Они усвоят, какой выезд, и скажут, чего с него спрашивать-то, с коллеги. И все. Вы себя только выставите. А так, пришел там, в уголок встал, помолился, поблагодарил Бога, поплакал, да и домой. А вы прям там были, вот, в этом? Да, я там был, был. В Печерском, в нашем городе, да? Мы не это не делаем, что нравится, не нравится. Ты Богу молишь, ты к Богу пришел. Даже в храме никого нету, пустое, храма нету. Я в лесу стою, один молюсь, кто мне не нравится? Купол надо мной, небо, свещается, солнце. Ну, просто есть, вот, те факторы, которые мне не нравятся. Мне хотелось... Тема закрыта, смотрите, я показываю пальцами, закрыта. К ней не возвращайтесь, мне она не нужна. Время не отнимайте. Все все. Конкретно, что у вас еще есть? Так, ну, как бы вроде ничего. Так, а как вы узнали о нас, откуда? А я на ресурсы ваши подписан. А как вы попали на наши ресурсы? Ну, через интернет. Ну, понятно. Как-то случайно набрел или кто-то сказал. Как ты мог так на нас напасться? В интернете же миллионы там людей. Ну, я вот, как бы, смотрел, смотрел в губе, ну, православные ролики. И на вас мастнулся тоже. А, православные. Вы искали православных, да? Да, 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 я... Ну, тогда понятно. Вот так и написано, что православные. Хорошо. Да, вот с десяти лет. С десяти лет я уже. Теперь я вас спрошу. Вот, я Лапкин Игнатий, город Барнаул, восемьдесят первый год. Вы живете в Нижнем Новгороде. Сколько вам лет? Девятнадцать лет мне. Девятнадцать лет. А на что вы живете? Какие деньги? Откуда? Пенсия идет какая-то? Работаете где-то? Пенсия идет, но пока вот нигде не это, не работаю, потому что... А какая пенсия у вас? Какая пенсия? Сколько рублей? Я даже, по-моему, десять тысяч, по-моему, да. Ну, а у меня восемь тысяч сто рублей. Тридцать пять лет трудового стажа. Ну что, жить надо? Нет. Благодарю Бога. Я знаю. Да. Да. Да я это родительское дело. В нашем сайте бываете? Сайт наш, знаете? Сайт знаю, да. А форум? Так. Форум тоже знаю, но туда... Мой мир, знаете? Мой мир, тоже знаю, но я там не зарегистрировал вообще никак. Тогда надо регистрироваться. Вам зачем регистрироваться? Если вы ничего не выставляете, регистрироваться не надо. Любой, заходи и смотри. Это не ВКонтакте. Никакой нужды нет регистрироваться. Я вот сейчас как кончим говорить, я сброшу данные на наши ресурсы. У нас занятия идут по скайпу три раза в неделю. Утренние молитвы. Вы можете пристать, но только не разговаривать, ни одного слова не говорить. В полной тишине. Мы молимся и вы кланяйтесь. Мы каждый раз молимся открыто. Молимся. По всему миру молитва идет. Утренние молитвы. У нас обязательно наваляем молитвы, чтобы что поклонов было. У тебя спина-то не болит? Нет, нормально все. Кланясь это умеешь? Кланясь умею, только ползком, да. А почему? Дело в том, что я самый молитв, поэтому я вот только пересаживаюсь с кровати на коляску и ползаю еще. Так а вы ходите на ногах-то? На ногах? Ну, под руку хожу, а так сам нет. Сам нет, ну понятно. Ну как сидя, сидя вот так, можешь кланяться? Да, да, да. Ну и хорошо уже, благодари Бога, другие парализованные, не могут совсем. Это хорошо. С кем живешь-то? Да с матушкой живу. А матушка у вас что, получает пенсию или работает? Вам не слышно? Что-то картинка застряла, не шевелится. Ну ладно тогда, видите. Затруднения идут в этом, в интернете. Ну все тогда. Я сейчас вам скину материал. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok